Я хочу рассказать свою историю и, может быть, немножко вас вдохновить на то, что каждый из нас что-то может изменить в этой жизни. Моя история началась с того, что я с ребенком приехала в город Новомосковск в 2014 году, только первые взрывы начали. Люди, которые меня встретили, я вам скажу, очень хорошие жители Новомосковска, с которыми я случайно познакомилась, оказывается, в дальнейшем я потом анализирую, что случайности вообще в жизни не происходит. Мне предоставили в центре города Новомосковск, как бы, комнатную квартиру, сказали, живи, пока закончится действие войны. Но в итоге, с такими военными действиями, как любой из нас столкнулся, мы ждали, 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 в итоге я прошла у этих людей в их квартире целый год. За это время я по, ну, скажем так, как всегда, до войны, я занималась бизнесом, традиционным, сетевым. Вообще, моя жизненная позиция – это встать утром, посмотреть на подъезд, если грязно, встать и убрать. То есть, ну, начнем с мелочей. Вот в такой атмосфере, когда человек приезжает на новое место и не находит себе ненамышленников, ну, находишься в какой-то депрессивном состоянии, мы так говорим. Ищешь выход. На тот момент все выехали, бизнес, соответственно, закрылся, и источников дохода нет, у тебя маленький ребенок, возраст твой, который на трудоустройство, ты не можешь пойти, потому что тебе за какой-то 40 с плюсом, за или 45 с плюсом. Вот, и что ты начинаешь делать? Как обычно, идешь в центр занятости, становишься на учет, собес, оказывается, можно втянуться в это дело очень легко, получать малонабеспеченных, и, знаете, оно затягивает, реально это затягивает. Зачем работать, если тебе в собесе платят 2,5, ты получаешь адресную помощь и прекрасно себя чувствуешь. В этой позиции оказываются многие люди. И когда ты понимаешь, что год прошел, идет второй год, твою ребенку, когда ты приехал, было 4 года, прошло уже и 5,5, и начинаешь думать о том, что, ну, приехал-то, что дальше? Ребенок растет, детство проходит, в парк ты не можешь повезти, потому что нет денег, да? За гуманитаркой, которую нам оказывали, мы получали. И мы привыкаем к гречке, мы привыкаем, ну, как это сказать, вот к пассивности, к пассивности. Мы не ищем выход, потому что нас на сегодняшний день все устраивает. Мы требуем, что нам должны. И ничего не делаем в ответ. Ну, я просидела так вот, потом однажды попала в интересную компанию, мне говорят, вы знаете, когда вы сидите, и вообще вселенная распоряжается так, что она не дает энергию на какие-то действия. Пока у вас нет цели, у вас нет энергии. Вы ничего не видите, вам все хорошо. Вот эти слова мне очень запали, я действительно поняла, что у меня нет мечты на тот момент. Мне ничего нет. И тогда я просто вспомнил свои мечты. Ради чего родился ребенок, ради чего я живу. Попался еще, случайностей тоже не бывает, начали от кон до горения давать, как это называется, самозанятность, деньги на финансирование. Ранды на самозанятность. Да, да, ранды на самозанятность. Через центр раненой на семья пригласили на такой вот тренинг. Там я познакомилась с активными людьми, то есть, когда сидишь в аудитории, начинаешь анализировать, кто активный, кто неактивный. Мы подружились с несколькими девчонками, начали общаться, ну и так вот потихонечку начали находить себе ненамышленников. Самое интересное, что когда вот анализирую я жизнь в Новомосковске, это маленький городок, работы нету, но самозанятость, это тоже оказывается, ты ходишь, просишь подаяния, но сам не можешь, извините, оторвать свой зад от прилипшего стула, чтобы пойти себе хотя бы на самозанятость, на писать этот бизнес-план. Это оказывается очень сложно. Ты что, я буду на тысячу долларов париться? Нет, я лучше подожду, когда мне дадут речку. И вот таких людей очень много. Ну, по крайней мере, в Новомосковске, когда я начала анализировать ситуацию, сколько же переселенцев и сколько жителей, в нашем городе живет 74 тысячи жителей городского, скажем так, территориальной громады, и всего лишь тысячу переселенцев в такой громадный город. Когда делаешь статистику, сколько детей, сколько пенсионеров, и сколько вот самодостаточных людей трудоспособного возраста, оказывается, из тысячи где-то 500, по статистикам терцентра мне дали, что было тысячу, осталось 500. Где же делись остальные? Оказывается, остальные, там, 2014-2016 год, они то приезжают, то уезжают, и получается эмиграция. И вот на сегодняшний день, как бы я понимаю, что человек 500 живет в нашем городе. Ну, везде, значит, вы понимаете, о чем я говорю. Для того, чтобы что-то изменить, нужно менять прежде всего в самом себе. Начать с себя. Не обвинять никого, что вот ты такой, я такой, вы мне должны. Хотя с этим сталкиваешься каждый день. Взять и начать просто с себя. Очередной раз, когда был тренинг от ProOn, это японский грант, кто участвовал в этом. Я знаю, что в этом зависит от тех, которые получали именно гранты. Центр занятости Новомосковска попросил меня помощи о том, что, Татьяна Владимировна, вот никто из ваших друзей-переселенцев не хочет даже поехать просто потусить на неделю в гудзоне. Я когда, знаете, вот услышала первый раз по телевизору об этом японском гранте, я до этого написала два бизнес-плана горения, то есть МОМ. И по длительности, кто подавал, знает, что это полгода мы ждали эти, как бы утвердили, но ждали все, будем говорить, как это, оборудование. Ну, извините, полгода ждать, ну как-то сложновато жить. Когда тебе работа нужна, ребенок что-то просит, а ты не можешь ждать то, к чему он привык. И за это время я, в общем-то, сама открыла бизнес, нашла финансирование из своих собственных сбережений, да. Я открыла бизнес свой в магазине, в центре торговом Новомосковске. Когда начался грант японский, я подала заявку, я мечтала попасть просто в гудзун хотя бы на день отдохнуть. Я там побывала, посмотрела, какая-то красота. И тут мне в центре заняться говорят, вы знаете, японцы дают, ну, как бы, тренинги проводят, и в гудзуне. Я прыгала от счастья, потому что я так мечтала побывать просто на этой территории. Кроме этого, тебе дают еще возможность получить финансирование на твой бизнес. Я воспользовалась этим, как бы, случаем, так говорить, да. И на сегодняшний день я получила 100 тысяч от японского правительства на развитие своего бизнеса. Наши не верят в то, что, сталкивающиеся с людьми, говорят, а мы не верим, что мы получим. А мы не верим в это. А мы не верим в это. Я всегда говорю, все дается поверье нашей. Если ты веришь, ты получишь то, что ты хочешь. И однажды я попала на хороший семинар, тренинг пятидневный, был по бюджету, именно разгон местного бюджета. И Виктор Благеренко, тренер, очень интересный человек, он, знаете, рассказал о нем анекдоте. Когда девушка стала проституткой, ее спросили, как у вас так получилось? Она говорит, просто повезло. Такой тренинг, который сейчас входит на мой успех, тебе просто повезло. Понимаете? Я не проститутка. Я зарабатываю честным трудом. Я просто строю бизнес. Активную жизнь я внедрила, ну, скажем так, 14-го года я мечтала найти единомышленников, чтобы с кем-то хоть волонтерством заниматься. Ну, у нас в городе были, но я как-то не попала в это время к ним. А когда попали на бутзон, оказывается, нашлось два человека, которым было достаточно, моя идея. Они подхватили, да, давай, создадим организацию. И вот мы были в сентябре на бутзоне, в ноябре мы уже зарегистрировали нашу организацию. Что могу сказать по нашей организации? У нас, если взять, что 500-600 человек переселиваются, то на сегодняшний день наши организации с детьми, с пенсионерами, с работающими, не работающими. 150 человек. Много это ли было, я не знаю. Ну, пока вот так. За это время у нас очень интересная ситуация в городе еще происходит. У нас, наверное, единственный случай в Украине, когда выбрали мэра, его не пускают до сих пор в власть. То есть у нас есть коалиция депутатов местных, которые по всем, кому нам незаконного, законного, я не знаю, каких они мотивируют свои оправдания перед народом Новомосковской, они не пускают мэра к власти. А вы знаете, все, чтобы решить какой-то вопрос, любой административный, это нужно идти к мэру и решать этот вопрос. Вот сейчас я бегаю, дружу и с мэром, и с депутатским корпусом, который бегает от нас. Вот на сегодняшний день картина очень печальная. И когда ты приходишь от именной организации, тебя уже, ну, как бы знают, здороваются. То есть я потихоньку подвожу к тому, что мы есть. Приходим на, как их называют, координационные столы, будем так говорить. У нас создан координационный штаб всех структурных подразделений города Новомосковска. Я вхожу в этот состав, в штаб, будем так говорить. Но нас пока, как вот в отличие от других регионов, мало слышат. Мы маленький город, мы только раскачиваемся. Но если мы этого не будем делать, то мы не раскачиваемся и не сделаем вообще что-то в жизни, то, что мы хотим. Что хочу сказать. Если мы хотим чего-то достичь, не нужно ни с кем ругаться, не нужно ни с кем конфликтовать. Нужно идти добиваться взаимовыгодных партнерских отношений. Каждый раз в поход в мэрию я выстраиваю, как, знаете, на полигоне, мне сегодня сказали, как военный. Чтобы что-то получить, нужно выстроить, как сказать, что сказать. Не спишь ночь, придумаешь фразы, и тебя слышат. Тебя слышат. Пришли, да, Татьяна Владимировна, все хорошо, мы вас услышали. Но у нас денег нет, только у всех. И ты случайно попадаешь на тренинг по бюджету. Ага, я неделю изучаю, где берется деньги. Прихожу умными словами начинать. А вот конвенции, а вот вильни-кошты, а вот это, а вот это можно наклонить. И знаете, когда тебя первый раз отход болели, ну, лично у меня начинается какой-то азарт. Вот, нечеловеческий. Я начинаю беситься, не отказали. Потом начинаю искать, почему, сказали. Потом начинаю искать доводы, как это делать, чтобы мне уже потом на второй раз не отказали. И вот я воюю так в 7 месяц и по сегодняшний день. Хочу сказать, что меня еще не слышат. Однажды у меня, когда я начинала заниматься магазином, у меня была мечта, была выставка хедмэя. И, знаете, как по рядам, как хедмэй и свита городская администрация проходит. И наши переселенцы, ну, знаете, есть такие присмысляющие, а есть нормально. И вот они, я говорю, вы знаете, вот это зрелище со стороны, это очень страшно. Мы хотим всегда присмыснуться. Мы не чувствуем себя людьми. И в это время, когда стояло там 5 человек у моих коллег по хедмэям, я говорю, хочу знаете чего, видение мое. Через год я буду стоять здесь с хедмэем, будут проходить мэр, и его свиты подойдут и скажут, здравствуйте, Татьяна Хедмэя. Как ваши дела? Нам сегодня не прошло еще года, полгода, меня уже все знают. И все здоровы. Потому что ты личность, и тебя уважают. Пусть пока посылают. Красиво, аккуратно, но мне с ними интересно. Мне с ними интересно. Что мы добились в нашем небольшом городке за это время? У нас позавчера была очень интересная встреча с переселенцами, которые потеряли финансирование, попали под эти законы, в СБУ списки. Некоторые сегодня присутствуют в зале. Знаете, наше рабство и наше отношение к тому, что мы ничего не можем, оно просто меня выводит из себя, как меня. Есть люди, которые по три месяца не получают никаких средств. Я пригласила всеукраинскую правозащитную организацию. Приехало шесть юристов. Туда приглашена из СОВЕСа, ведущий специалист, смесь Ионова, и заммэра по соцзащите, с которым мы непосредственно взаимодействовали. Когда начались задавать, ну не то, что задавать, объяснять нашим людям свои права, я была в шоке о том, что переселенцы не хотят слышать о своих правах. Им проще подождать. Мы не хотим защищать себя. Встал один человек, он инвалид, уже три месяца же месяца, он ничего не получает. Он говорит, ну что мне делать, не повисеться или удавиться, или пойти воровать, что мне делать? Почему? А в ответ решена, мы не знаем, как поступать. На второй день я этому человеку звоню, говорю, ты знаешь, так и так, я готова тебе отдать твои 5 сотни на русскую, что ты по ночам у тебя был процесс. Вот просто докажи, что ты человек, и что переселенец что-то значит в этой жизни, что мы можем с тебя добывать. Хорошо, я подумаю. Хорошо, день, я мы с вами вечером. Так и так, ну как ты надумал? Это знаешь, Татьяна Владимировна? Хорошо, но мы пока подождем. Вот это наше рабство в душе. Я не могу за вас решать, за переселенцев, я могу только решать и себя. У меня другая жизнь на поднике. Другая. И когда на прошлом собрании сказала с вами, что ребята, если вы сами за себя не будете бегать, за вас вернуть не просто решено, абсолютно нет. Мне сегодня приятно, что сидят в 8 организациях, это 8 человек, которые подняли зад, которые с душой, которые хотят чего-то изменить. И это уже, знаете, как отправная точка счета, что мы не работаем. Мы чего-то хотим. Мне очень приятно, что сегодня мы взаимодействуем с Сылой в Майбуднем. И знаете, случайно это не бывает, кто-то анализирует со стороны Майбуднего. Он говорит, сына Майбуднего и шла. Штарка Майбуднего. У нас есть Майбудний. И там Татьяна руководитель, у нас Татьяна руководитель. Я не знаю, как это было. Но есть такое свечение обстоятельств. Поэтому я думаю, что если мы объединимся и будем одним целым влиять на, даже всю, хотя бы не про Петровскую скорость, я не говорю про Украину, хотя бы на маленьких городах, большого города, я думаю, что-то у нас изменит. Если мы не будем объединяться и не влиять на что-то, ну, мы так и достигаем. Поэтому все в наших руках и в активности каждого этапа. Я бы хотела, чтобы каждый был, знаете, в активном полете, чувствовал себя орлом, а не уткой, и достигать все-таки цели и верить в то, что это получится, а не просто сдуться на первом этапе. Вот я не могу, я не хочу, не получится. Вперед, дерзайте, и я думаю, что в объединении только наше.